Ученики, у меня для вас есть две новости. Одна хорошая, другая плохая. С какой начать? С хорошей, 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 хорошей. Мы едем в поход. Ура! Здорово! Ух ты, это лучше, чем уроки. Теперь плохая новость. В поход поедут только отличники по математике. Вот еще! А я так хотела поехать. Так у нас только два отличника по математике. Пепа и Педро. Значит, поедут только двое. Пепа, Педро, собирайтесь и выходите во двор. Там вас будет ждать школьный автобус. Захадите, располагайтесь. Посмотрите, какой чудесный лес. Уже стемнело. Но почему мы так долго ехали? Ведь у нас рядом со школой есть лес. Можно было и там остановиться. Ничего ты не смыслишь в походах. В нашем лесу слишком сухая трава. От костра может все вокруг загореться. Как приятно смотреть на огонь. Не правда ли? Красиво. Это еще и полезно для зрения. Ну вот и хорошо. Я рад, что вам нравится. Послушайте, я схожу в лес на охоту. Добуду нам дичь на ужин. А что такое дичь? Это дикое животное, на которое можно охотиться. Вы разве не взяли с собой ничего поесть? Настоящие скауты добывают себе пропитание в походе. У вас, ребята, очень ответственное задание. Вы должны поддерживать огонь в костре. Но тут совсем не дров. Тут в округе разбросано большое количество дров. Нужно только поискать. Но должен вас предупредить. Если вы не будете успевать вовремя подкидывать в костер топливо, то он потухнет. Тогда мне будет очень тяжело в темноте найти путь назад. Не переживайте, мистер Балди. В таком случае я возьму спички и разожгу его вновь. Ты разве не знаешь, Педро, что спички детям не игрушка? К тому же я использовал последнюю спичку, чтобы разжечь этот костер. Поэтому, если костер потухнет, я очень разозлюсь. И тогда мне придется наказать вас. Мистер Балди, мне не нравится такой поход. Вы оставляете нас одних, а тут могут быть дикие звери. Вы плохо подготовились к походу, не взяли с собой еды и даже спичек. А теперь говорите, чтобы мы носили дрова. А если плохо будем носить, то вы нас накажете. Вы разве не знаете, что это использование детского труда? И наказать могут вас. Давайте вернемся назад. Сейчас вы не просто дети. Вы пошли со мной в поход. Поэтому вы скауты. И вы должны слушать начальника отряда. Я говорю, что нужно собирать дрова. И точка. Я сказал, что за невыполнение задания вы будете наказаны. И это действительно так. А вернуться сейчас мы не можем. Автобусы-фарки не работают. И я пошел. Не переживай, Пеппа. Тебе не придется носить дрова. Я и сам справлюсь. Спасибо, Педро. Но согласись, что учитель Балди странный человек. И вся эта ситуация с походом тоже очень странная. Я все слышу. Я еще не успел уйти далеко. Согласен. Но что поделаешь, раз мы уже оказались тут. Не переживай. Все будет хорошо. Пеппа. Я вот что-то наступил. И оно не пускает мою ногу. Капкан? Да нет. Эээ, кажется, это коровья лепешка. Ну, я уже выбрался. Не переживай. Будь осторожен там. Я нашел дрова. Это хорошая новость, Педро. Так как наш костер понемногу угасает. Несу же. Ой. Что случилось? Опять коровья лепешка. Похоже, они тут повсюду. Педро. Придется мне помочь тебе, иначе костер потухнет. Наверное, ты права, Пеппа. Вот видишь? Мы даже вдвоем еле успеваем подбрасывать дрова в огонь. Чего ты молчишь? Педро? Ты где? Ответь! Педро! О, нет. Он куда-то пропал. А вот и дрова, которую он собрал. Что же делать? Если я пойду его искать, то потухнет костер. И тогда он с учителем Балди заблудится в лесу. Придется носить дрова самой. Может, Педро скоро вернется? А если придет учитель Балди, то он обязательно что-то придумает. Ну вот. Костер потух. Это все из-за коровьих лепешек, которые не дают нормально передвигаться по лесу. Теперь учитель Балди будет очень недоволен. Ты права. Я просто вне себя от злости. И сейчас я буду наказывать. Постойте, мистер Балди. Педро пропал. Как пропал? Это в мои планы не входило. Как же мы будем его тут искать, если повсюду коровьи лепешки? А откуда вы знаете? Ну, я же в лес ходил. Знаю. Лепешки лепешками. А без света мы его не найдем. Сейчас зажгу факел. Вот, держи. Пойду включу фары автобуса. Пусть светят в лес. Так легче искать будет. Постойте. Значит, я не зря вас подозревала. Вы специально это все подстроили. Поход в темный лес. Подальше от школы, чтобы мы не сбежали. Придумали, что фары у автобуса не работают. Что у вас всего одна спичка. Заставили нас поддерживать огонь. Заранее зная, что это невозможно сделать вдвоем. И вы специально для этого взяли только двух учеников. А не весь класс. И то, что вы явились сразу, как только потух огонь. Хотя вы должны быть сейчас на придуманной охоте. Ты слишком умна для своих лет, Пеппа. Раз так легко разоблачила меня. Я всего лишь хотел поиграть с вами. Строгого учителя. Так и невинные шалости. Заставил бы вас отжиматься в упоре лежа. И всего-то. Но сейчас мне уже не до этого. Пропал ученик. И мы должны его найти. Ведь если с ним что-нибудь случится, меня уволят из школы. Но как мы его будем искать? Я на самом деле хороший скаут, Пеппа. И умею читать следы. Вы умеете читать следы, как это делали индейцы? Да. Потому как примята трава, по сломанным веточкам деревьев, я смогу определить, куда он направился. Тогда не будем терять времени, мистер Балди. Найдите Педро, прошу вас. Вот его дрова, которые он уронил, судя по всему. А вот и его следы. И они почему-то никуда не ведут. Как это? Постой. Тут еще есть следы. Следы от мужских туфлей. И они появились из ниоткуда. По следам видно, как мужчина подошел к Педро. А вот тут он наступил в коровью лепешку. Тут под сломанным веточкам на кусте и следам можно определить, что мальчик сопротивлялся. Но потом они оба как сквозь землю провалились. Следы обрываются. Вы уверены в этом? Без сомнения. Я, кажется, знаю, кто это сделал. Кто? Слендер. Это такой высокий человек без лица. Не спрашивайте, откуда я его знаю. Это долгая история. Про это даже целый сериал сняли на три сезона. Называется Слендер в окне. Так вот. Почему я решила, что это он? Дело в том, что он умеет телепортироваться. И переносить других людей, куда он захочет. Ему не обязательно ходить по земле. К тому же он похищает детей и забирает их к себе в логово. И сегодня мне показалось, что я его видела. Но я подумала, что мне померещилось. Теперь я уверена, что это он. Значит, все пропало. Мальчик попал в лапы ужасного чудовища. Нет. Чудовище это вы. Потому что решили поиздеваться над беззащитными детьми. А Слендер добрый. Я знаю. Он не обижает детей у себя дома. Ему просто одиноко. Спорный вопрос. Мистер Балди, я узнала этот лес. И примерно знаю, как добраться до логова Слендера. Тогда мы отправляемся в погоню. Всем привет. Сейчас я зачитаю 10 случайных приветов. Кюнефа Насева, привет. Мяу-мяу, пранки и все-все-все. Менгл энд Рой. Ядсон Лав, привет тебе. ЛДЖ, привет. Дэн Кэр. Хэппи Геймер, привет. Егорчик Геймист, привет. Елена Мишина, привет. Ютуб Челлендж. Ну вот и все. И конечно же подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пишите в комментариях свои приветы. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. И делитесь с друзьями в соцсетях. Ну и вот в принципе и все.